Историческое соглашение. Так оценивают в Вашингтоне итог длительных переговоров между Ираном и шестеркой международных посредников. С Тиграна снимаются большинство международных санкций в обмен на обязательства не развивать и не приобретать военных ядерных технологий. Международное сообщество впервые за много лет получает возможность инспектировать ядерные объекты Ирана. И по мнению экспертов, оптимистов, возможность избежать большой войны. Далеко не все в США готовы приветствовать это соглашение. Конгресс настоял на том, чтобы договоренности вступали в силу только после одобрения на Капитолии. Большинство американских законодателей представляют собой произраильское лобби. И многие из конгрессменов готовы противостоять инициативе Барака Обамы. К числу критиков присоединяется Ариэль Коэн, директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики. Если Иран будет сопротивляться инспекции, будет практически переговорный процесс. И три недели будут готовиться к тому, что кого-то допустят. За три недели можно спрятать и похоронить абсолютно все, включая радиоактивные следы и отходы. Так что режим контроля недостаточный. Будет крутиться 6 тысяч центрифуг. Более того, Запад дает обещание работать с Ираном над разработкой и производством еще более современных, более быстрых центрифуг, которые позволят Ирану стать еще более эффективным производителем обогащенного Урана. Иран способен, несмотря на угрозу со стороны Израиля и Соединенных Штатов, пойти на нарушение этого договора. У Израиля не будет возможности нанести удар из-за отсутствия американской поддержки во время президентства Барака Обамы. Что будет в следующем президентском сроке, мы не знаем, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом. Но в любом случае у Израиля нет тяжелых бомбардировщиков. У него есть только истребители-бомбардировщики F-15, F-16, которые не имеют тоннажа для доставки бомб. И даже не могут поднять 10-тонные бомбы, которые есть у Соединенных Штатов, для разрушения бункеров. А у Израиля нет, как я говорил, уже таких самолетов, которые могут доставить такого рода бомбы на территорию Ирана. Поэтому перед Израилем стоит тяжелейшая проблема, нанести ли первым превентивный ядерный удар. Я думаю, что на это не пойдет. Или если у Израиля есть новые технологии, принципиально новые, по нанесению электромагнитного удара по иранским ядерным объектам, это может быть самый лучший вариант, но я не уверен, что такие технологии уже доведены до боевого состояния.